Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Андреевич Чирикба, я языковед. Сегодняшняя лекция посвящена фонетике абхазского языка, согласным и гласным. Предварительно несколько слов о абхазском языке. Абхазский язык – это язык абхазов, коренного населения, северо-западного участка Черноморского побережья Тавказа, территория Абхазии, на ней это независимое государство, республика Абхазия, границами которой являются на юго-востоке река Ингур, а на северо-западе река Псоу. Абхазский язык родственен языкам Северного Кавказа. Это абазинский язык, ближайший родственник абхазским языку, а также такие языки, как кабардинский, адыгейский и убыгский язык, к сожалению, уже вымерший. Вместе они составляют небольшую абхазадыгскую или западно-кавказскую семью языков, которая является ветвью северо-кавказской семи языков. Другой ветвью являются нахско-дагестанские языки или восточно-кавказские языки. Это теченский, ингурский, вазбийский, а также около 40 языков Дагестана. Аварский, Лакский, Даргинский, Табасаранский, Лизгинский и так далее. Абхазский язык разделяется на несколько диалектов. Ныне в Абхазии два диалекта. Это абжуйский диалект, который распространен на территории таких районов, как Ткварчальский, Чемчирский и Гульрибский район. А также бзыбский диалект, который распространен на территории от села Ишера на северо-западе рядом с Сухумом и вплоть до реки Псол. Однако в середине 19 века ситуация была несколько иной, поскольку часть абхазов, большая часть абхазов была выслана или депортирована российской военной администрацией в предбилы Османской Турции. И ныне в Абхазии лишь два диалекта. Однако исконно в Абхазии было пять диалектов абхазского языка. Это абжуйский диалект, о котором я уже говорил, который был распространен между рекой Ингур на юго-востоке до реки Кадор на северо-западе. Затем в верховьях реки Кадор был цабалский диалект. Это было горное племя абхазское, цебельдинцы или цабалцы. Между реками Кадор и Шицквара до нынешнего Нового фона было гумское наречие. Это наречие промежуточное между бзыбским и абжуйским диалектами. От Нового фона до реки Бзыб был распространен бзыбский диалект абхазского языка. Между нынешним городом Гагрой и рекой Мацеста в Соческом районе распространен был западно-абхазский садский диалект. А в верховьях реки Мцзымта, нынешней территории Красной Поляны, говорили на Акчипском диалекте, Акчипсе, диалекте абхазского языка. Ни один из них диалектов не сохранился, кроме бзыбского и абжуйского диалекта. Так что в Абхазии ныне два диалекта, а в Турции еще сохраняются все пять диалектов абхазского языка. Абхазские диалекты очень близки между собой, и разница между ними в основном фонетическая. Наиболее архаичным является бзыбский диалект абхазского языка, где очень много древних фонем, сохранившихся и утратившихся в других диалектах. Абхазский язык относится к молодописным языкам. У нас нет данных, которые указывают на то, что абхазцы в древности владели писанностью. Это не исключено, тем не менее, пока фактов не было найдено, и можем читать абхазский младописным языком. Абхазская писанность была создана в середине 19 века. Первые записи абхазского языка были сделаны ранее, в 17 веке, турецким путешественником Эвли Челеби, который записал арабским шрифтом, в османском варианте, около 40 слов и фраз на языке, как он сказал, странных и удивительных абхазов. Лисани Аджиб, Угариби Абаза. Челеби удивительно точно записал абхазские слова. Их можно легко понять, даже сейчас, через 300 лет. Его мать была абхазская, поэтому он мог язык слышать и дома. Поэтому можно объяснять и точные записи абхазского языка. И анализ этого материала, который он оставил нам, позволит мне сделать вывод, о том, что это факты садского диалекта абхазского языка, то есть западно-абхазский диалекта абхазского языка. Научное изучение абхазского языка началось с небольшой статьи немецкого востоковеда Георга Розена, который опубликовал в 1826 году свою статью, посвященную мегрельскому, сванскому и абхазскому языках. Это вот первый грамматический анализ абхазского языка. Но первое, наиболее обстоятельное исследование абхазского языка принадлежит выдающимся гениальному русскому кавкозаведу Петру Карловичу Услару, который опубликовал свою абхазскую грамматику в 1862 году, и который до сих пор, эта книга до сих пор сохраняет свою большую ценность, потому что это было действительно замечательное исследование в тайны абхазского языка. Я расскажу несколько слов о наиболее главных структурно-типологических особенностях абхазского языка, которые отличают его от других языков мира. Ну, во-первых, абхазский язык является языком аглютинативным. От латинского слова «аглютинацию» приклеиваю. То есть слова «форма», глагольная слова «форма», а абхазская грамматика в основном это глагол, состоит из большого числа морфем, которые приклеены друг к другу. В основном в абхазском это префиксальные морфемы, префиксы. Однако есть и суффиксы. Перед корнем, корень и нежкоморфем, после корня, суффиксы. Получается такая длинная цепочка морфем. Причем границы между морфемами, как правило, четкие. И каждая морфема, как правило, наденена одним значением. Это языки типа аглютинативных. Вот, например, турецкий язык тоже относится к таким языкам. Кроме этого, абхазский язык является языком полисинтетическим. Это редкий тип языков. Глагольная словоформа включает в себя очень большое количество элементов, грамматических, видовых и так далее, которые все включены в одно глагольное слово. Так что, если в русском языке, допустим, нужно сделать предложение, чтобы выразить какую-то фразу, в абхазском языке достаточно одного глагольного слова. Для примера приведу фразу «Иузы насыщетует». «Иузы насыщетует», то для тебя туда я пошлю. И, наконец, другая особенность абхазского языка является то, что он относится к числу эргативных языков. Есть языки номинативные, русский язык, другие европейские языки, большинство языков европейских. Есть языки эргативные. В чем отличие? В русском языке маркируется специальным падежом, винительным падежом, прямой объект при переходном глаголе. Сестра видит собаку. Сестра в винительном падеже, собака в винительном падеже. Это язык структуры акузативной. То есть, акузатив – это винительный падеж. В языках эргативных, наоборот, субъект переходного глагола маркируется особым падежом, эргативным падежом, а прямой объект – именительным падежом. Это языки эргативные. Но в абхазском языке падежей нет. Язык без падежей. И поэтому адрогативная структура выражается посредством порядка, частично формы глагольных префиксов перед глагольным корнем в переходном глаголе. Для примера приведу две фразы. Первая фраза с глаголом непереходным. Ацхрара. Помогать. Сицхраует. Я ему помогаю. Я. Субъект непереходного глагола. Е. Косвенный объект. Цхраует. Помогаю. И глагольная фраза с глаголом переходным. Абара. Корень ба. Смотреть. Сыжбойт. Меня вы видите. Теперь уже на первом месте слева расположен прямой объект. С меня. Затем субъект переходного глагола. Ж. Вы. И наконец глагол. Бойт. Вы видите. Меня вы видите. Так в абхазском языке реализуется иррогативный строй. Теперь перейдем уже к фонологии, к фонемике, к согласным гласным абхазского языка. Абхазский язык относится к числу консонантных языков. То есть в нем, вот в системе фонем превалируют согласные. В абхазском языке очень много согласных. Это один из рекордсменов мира по числу согласных. Но в бзибском диалекте абхазского языка почти 70 фонем. 58 согласных. С другой стороны, абхазский язык относится к числу языков к минимальным числам гласных. В абхазском языке лишь две гласные. А и И. Это тоже своеобразный мировой рекорд. Все согласные делятся на две группы. Шумные. То есть там, где преобладает шум при произнесении согласных. И сонорные. Там, где звук преобладает. Фонемными признаками являются также огубление. То есть движение губ. Дополнительная артикуляция. Я о ней скажу чуть ниже. И смягчение или полотализация. То есть поднятие. Дополнительное поднятие средней части языка к небу. Наиболее важны корреляции. Как предоставление по глухости. Звонкие. Есть глухие согласные. Звонкие согласные. Есть согласные. Огубленные. Смягченные. А также. Придыхательные. Глотализованные. Звонкие. Шипящие спиранты и африкаты являются ретрофлексными. То есть при произнесении. Кончик языка загибается назад к небу. Это языки. Это является явлением ретрофлексности. То есть. Назад идет кончик языка. На периферии фонельной системы. Находится глотальная смычка. Которая присутствует в междометиях. Или в каких-то словах. Закоподражательных. Несколько слов о дополнительных признаках. Фонем абхазского языка. Шумных фонем. Вот аспирация. Или придыхание. Вот все согласные. Которые являются незвонкими. И не глотализованные. И являются придыхательными. Придыхание не сильное. Но оно ощутимо в смычных. И мало ощутимо в спирантах и африкатах. Другим признаком является глотализация. Согласные. Вообще все кавказские языки имеют глотализованные согласные. Или абруктивные согласные. То есть. Здесь дополнительные основные артикуляции. Они все являются глухими. То есть. Сочетание основной артикуляции. Гортанная смычка в одном из них происходит. В абхазском языке глотализованными являются смычные и африкаты. Кроме того. Имеются лобилизованные согласные. То есть. Огубленные согласные. При возношении которых. Есть основная артикуляция. И дополнительная артикуляция в виде выдвижения губ. В абхазском языке. Хотя признак лобилизации. Он единый фонемный признак. Однако. Вот. Имеется четыре типа огубления в абхазском языке. В зависимости от типа согласного. Есть у-образное огубление. У-образное огубление. Это белобиальное огубление. И включают в себя такие билярные и улярные согласные. Как. Гу. Ку. Ко. Ко. И так далее. Второй тип огубления. Ю-образное. То есть. Присходит такой. Ю-образный призвук. Это. Шипящие спиранты. Огубленные. Ж. Ш. Ю. Ш. Следующий видо огубления. В-образное огубление. В. То есть. Это. Зубно-губное огубление. В. В-образное. Это. Лабо-эдентальные. Или. Зубно-губные согласные. Это. Такие согласные. Как. Африкаты. Дзжи-цжи-цжи. И. Свистящие спиранты. Дзжи-цжи. Которые. В гиалектах. Встречаются. Наконец. Последний тип огубления. Это. Полная. Биолабиальная смычка. Отключает в себя. Зубные. Ведентальные. Лабилизованные. Смычные. Дзю-тю-тю. И. Наконец. Палатализация. Заключается. В. Дополнительном. Поднятии. Средней части языка. К. Твердому небу. Такие согласные. Как. А. Ж. Щ. Милиарный. Г. К. К. Увулярный. К. Увулярный. Спиранты. Г. Х. И. Так далее. Состав. Согласных фонемов. Абхазского языка. Может представлен быть. В виде. Следующей. Таблицы. Я сейчас буду. Читать. Согласные. По порядку. В виде. Слогов. С. Гласным. Три раза. Чтобы было хорошо понятно. Их произношение. Смычные. Согласные. Губно. Губные. Б. Аба. П. Апа. П. Апа. Смычные. Дентальные. Или зубные. Простые. Д. Ада. Т. Ата. Т. Ата. Огубленные. Д. Ада. Т. Ата. Т. Ата. Смычные. Смычные. Вилярные. Г. Ага. К. Ака. К. Ака. Огубленные. Или лабилизованные. Гу. Агва. Ку. Аква. Ку. Аква. Балатализованные. Или смягченные. Г. Агя. К. Аква. К. Аква. Угулярные. Смычные. Образующие. Вот. В области. Маленького язычка. Или уголы. К. Аква. К. Аква. К. Аква. И наконец. Глотальная смычка. А. Который не имеет статуса фонема в абхазском языке. Однако присутствует вот на периферии фонемной системы. Теперь африкаты абхазского языка. Они так же как и смычные являются звонкими. Либо глотализованными. Либо глухими. Зубные. Африкаты. Дз. Адза. Ц. Адца. Ц. Адца. Агубленные. Агубленные являются губнозубными. Или дентолабелизованными. Дз. Адза. Ц. Адша. Ц. Адша. Шипящие. Простые шипящие спиранты. Дж. Адша. Ц. Адша. Ц. Адша. Они являются, как я сказал, ретрофлексными. Палатализованные корреляты шипящих африкат. Дз. Адша. Ч. Ача. Ч. Ача. Затем переходим к спирантам. Это губнозубные спиранты. В. Ава. Ф. Афа. Зубные спиранты. З. Аза. С. Аса. Шипящие спиранты. Ж. Ажа. Ш. Аша. Как видим, они тоже являются ретрофлексными. Лабилизованные шипящие спиранты. Ж. Ажа. Ш. Аша. И. Палатализованные или смягченные шипящие спиранты. Ж. Ажа. Ш. Аша. Имеются также увулярные спиранты. Звонкие и глухие. Лабилизованные. И. Палатализованные. Р. А. Ря. Х. А. Х. Имеется также звонкий фаренгал, который реализуется в виде долгого А. Ну и его статус является дискуссионным, поэтому я не буду на этом останавливаться. Но я сейчас произнесу глухие корреляты фаренгалов. Простой. А. Х. И. Лабилизованные. Х. А. Х. Наконец подходим к сонорным. Согласным. Губно-губные сонорные. Это. М. А. Ма. У. А. Уа. Зубные сонорные. Н. А. На. Латеральные сонорные. Л. А. Ла. Р. А. Ра. Палатальные сонорные. Й. А. Я. И. Палатальные огубленные. Й. А. Уя. Вот. Это были согласные абхазского языка. Лиатурного абхазского языка. Теперь о гласных абхазском языка. Гласные абхазского языка имеют линейную, бинарную, то есть двоичную систему. А. И. То различается по степени открытости. А. Более открыто. И. Более закрыто. А. Является более низким по произношению, по степени понятия языка. А. И. Является более высоким. Вот. Имеется такая теория, которая была несколькими западными лингвистами о том, что в казском языке и в других языках родственных, в абхазинском, кабардинском, имеется лишь одногласное. А. Однако это является ошибочной теорией. И вот покажу я по существующим минимальным парам, то есть парам, которые отличаются лишь наличием или наличием того или иного гласного, что контраст, фонельный контраст между гласными А и Э в абхазском языке вполне существует. А. ЦА. Яблоко. А. Ц. Колышек. ЦА. Ц. Явно, что здесь значение различается именно по наличию А или И. АСА. Кусок. АС. Снег. АХА. Но. Однако. АХ. Голова. В абхазском языке имеются и другие гласные звуки, однако они появляются как результат сочетания основных гласных звуков А и Э с контактирующие с ними либо огубленными, либо полутализованными согласными. Поэтому в абхазском языке, хотя имеется много гласных звуков, но фонем, то есть тех гласных, которые различают слова, лишь всего две. А и Э. И наконец последнее, что я хочу сказать, говоря об абхазской фонетике, это ударение. В абхазском языке ударение играет большую роль. Оно различает слова. В абхазском языке есть ряд слов, много слов, которые различаются лишь местом ударения. Приведу такие примеры, как АЛА – глаз, АЛА – собака. АЧА – перепелка, АЧА – хлеб. АПАРА – прыгать, АПАРА – деньги, АПАРА – вязать. Ударение в абхазском языке разноместное. Оно может присутствовать в любом слоге, в слове – в начале, в середине, в конце. В длинных словах имеется главное ударение и дополнительное ударение. Это была вторая лекция, посвященная фонетике абхазо-адыгских языков. Большое спасибо за внимание. И табуб дарадзе. Абзирес. Абзирес.